В Израиле удар осуществлялся после приземления в Дамаске борта из Ирана. Публикуются новые подробности нанесения самолетами ВВС Цахал-Удара по району аэропорта Дамаска. Напомним, что израильская авиация в ночное время осуществила атаку сирийской территории, при этом официальный представитель израильского военного ведомства от комментариев по поводу этой операции привычно отказался. Ранее в СМИ Израиля было заявлено, что удары наносились по объектам Хизбалла и Ирана. В Сирии утверждают, что большинство израильских ракет были перехвачены системами ПВО СААУ. Цели достигли авиабомбы ГБ-39, которые выпускались самолетами Ф-16 из воздушного пространства Ливана. В результате атаки ранения получили трое военнослужащих ВС Сирии. Между тем, пресс-служба ЦАХАЛ публикуют заявление официального представителя о том, что 25 декабря с сирийской территории по территории Израиля были выпущены несколько ракет. Для их перехвата пришлось задействовать противоракетные системы. СМИ, системы проотработали из района Хадиры. В израильской прессе появился материал, в котором утверждается, что летчики ВВС САХАЛ получили приказ на выполнение операции после того, как в аэропорту Дамаска осуществил приземление борт из Ирана. Параллельно сообщается, что речь идет о самолете Боинг-747 иранской гражданской авиакомпании в Арс. «Экэшн» обращает на себя внимание формулировка. Вероятно, на борту этого самолета с территории Ирана было доставлено военное оборудование и вооружение. Что-то напоминающее британское с большой долей вероятности. Тем временем, в издании «Ньюзвэк» заявлено, что из беседы с израильскими летчиками стало известно о ликвидации в результате авиаудара высокопоставленных представителей Хизбаллы. Такого рода заявления уже становятся традицией. Если Израиль наносит удары по Гази, то все подвергшиеся бомбардировкам объекты объявляются объектами Хамас, а объекты, по которым Израиль наносит удары в Сирии, причисляют исключительно к Хизбалле и Ликсир. Удобная риторика.